Добрый вечер! С вами Евгения Новоселова и проект «Всё о занятости». Программа для тех, кто верит, человек способен изменить свою жизнь. Сегодня наш эфир о непростом выборе, с которым сталкивается любой взрослеющий человек. В выборе будущей профессии. Все работы хороши, выбирай на вкус. Многие помнят эту строчку из детства. Вот только выбор профессии зачастую ставит в тупик даже взрослых, не говоря о подростках. И здесь может помочь и система профориентации. Профориентация – это система, направленная на выявление оптимального вида занятости для человека с учетом его интересов, склонностей и способностей. Профориентация занимает одну из главных позиций в работе центров занятости всего региона. Это важно – вовремя проинформировать детей, чтобы потом они не пополняли ряды безработных. Десятиклассник из села Айкино Степан Иванов, к примеру, еще не знает, на кого будет учиться. Разрывается между горно-нефтяной и военной сферой. Надо определяться, куда после детства пойти. Все еще трудно определиться. Уж надо выбрать, какие экзамены сдавать, куда идти, где перспективно выбирать. Не знаю еще. Ивану, как и остальным неопределившимся, специалисты советуют запомнить простую, но действенную формулу. Она состоит из трех слов. Хочу, могу, надо. Вот хочу, да, то есть это то, что я хочу. А могу ли я того, что я хочу? Хочу быть летчиком, а у меня, например, плохое зрение. Пожалуйста, уже неподходящее. Но раз я хочу связать свою жизнь, скажем так, с авиацией, я могу стать, к примеру, механиком, готовить самолеток к полету. Диспетчером. Да, да, диспетчером тем же самым. И надо, да, то есть. А на сколько вас требована профессия, к примеру, диспетчера того же самого, механика или летчика? То есть вот по такой формуле, в принципе, строится вся профориентация, независимо, там, школьники это, да, или безработные граждане. Любой школьник может прийти в ближайший центр занятости и совершенно бесплатно получить полный расклад. К чему склонен, где добьешься максимального успеха, а на какую сферу не стоит тратить время и силы. Но, помня народную истину про Гору и Магомеда, профориентаторы регулярно наведываются в школы всех городов и районов республики. Есть у нас такая форма работы, как групповая профориентационная консультация для учащихся. Вот конкретно школ, школьников. Мы периодически, значит, в соответствии с графиком, по согласованию, выходим в школы. Допустим, в какой-то девятый класс, одиннадцатый, ну, может быть, даже в восьмой, вот, по запросу с этой школы. И проводим с ними беседу. Беседу с использованием программы слайдов, в которой, как бы, мы рассказываем о том, что такое профессия, да, как лучше выбрать профессию. Программа слайдов, вот она, называется «Выбирающему профессию». Здесь краткая и понятная инструкция, как начать выбор, каким образом расставить ориентиры, чтобы не попасть в ловушки, которые подстерегают современных подростков. Школьники каким образом выбирают профессию? Мама сказала, да, иди туда-то учись, получай туда-то образование. Подружка там вдруг пошли учиться по этой профессии, а что я пойду один, да, я лучше с ним пойду учиться вместе, да. Вот, и выбирают, или, к примеру, выбираются исходя из престижа профессии. То есть, вот, у нас какие престижные, как вот, ну, в основном это бухгалтера, экономисты, юристы. У нас, если честно, их уже столько, что просто рынок не может принять столько людей, да, то есть, и ребята стремятся на эти профессии, а потом оказываются без работы. В итоге работают продавцами тем же самым, да, конструкторами в автобусах. Понятно, что никто об этом не мечтает, но вот реальность, она гораздо круче. Чтобы реальность совпадала с мечтой, подросток должен владеть как можно больше информации о себе и рынке профессий. Поэтому специалисты центров занятости придумывают все новые способы информирования, при этом не забывая о проверенных методах. К примеру, Сыктывкарский центр занятости каждый год проводит семинар-совещание для тех, кто отвечает за профориентацию в школах. Еще одно ежегодное мероприятие – выставка учебных заведений. В этом году она проходила на базе Сыктывкарского лесного института. Самые разные вузы, представленные в нашем регионе, агитировали несколько сотен старшеклассников вместе с их родителями. Мы, в свою очередь, на этой выставке представляли, скажем, анализ, краткий анализ трудоустройства выпускников, которые приходят к нам в центр занятости в связи с тем, что не могут трудоустроиться. То есть эта информация тоже была очень полезной. Мы даем информацию о том, какие профессии актуальны на сегодняшний день, скажем, на нашем рынке, на муниципальном рынке труда, какие пользуются спросом, какие, наоборот, уходят немножко в тень. Весной работа по профориентации активно ведется не только в городах республики. Подростки из районов и даже из самых отдаленных деревень – все они имеют возможность оценить свои силы перед решающим рывком во взрослую жизнь. Психолог-профконсультант Усть-Умского центра занятости Ольга Рябова уже съездила в десяток школ района. А еще опробовала новинку – консультацию подростков при помощи интернета. Система видеоконференций позволяет ответить на максимальное количество вопросов. Но иногда, по словам психолога, требуется более подробная беседа в режиме тет-а-тет. Всех желающих на групповых консультациях мы приглашаем прийти у меня индивидуальное консультирование. Кроме беседы, там более глубокой такой, применяются еще психодиагностические методики, с помощью которых мы выявляем склонности, что как раз очень важно, способности человека какие-то. Все мы не можем выявить, но какие-то. И что очень важно, это психофизиологические особенности ребенка, личностные качества, профессионально важные качества. И вот посмотрев уже на эти качества, можно спрогнозировать какую-то профессиональную сферу деятельности, в которой человек будет более успешен. На работу с одним человеком у профконсультанта уходит от часа до двух. Нужно провести множество тестов, а потом выдать общий результат. По словам специалистов, зачастую выводы психологов удивляют детей и их родителей. Удивляют и заставляют задуматься. И сейчас мы предложим вам пройти один из стандартных, но не банальных тестов. Геометрический. Его используют в работе и с подростками, и с взрослыми. Выберите одну из фигур, ту, что вам ближе, так сказать, по духу. Квадрат, треугольник, прямоугольник, круг и зигзаг. А теперь ваша краткая психологическая характеристика. Люди-квадраты. Трудолюбивы, усердны и терпеливы. Идеал квадрата – распланированная, предсказуемая жизнь без сюрпризов и встрясок. Треугольная форма символизирует лидерство, энергию и силу. Выбрали треугольник – значит, вы чистолюбивы и прагматичны. А вот круг – самая доброжелательная из всех фигур. Человек-круг чувствителен, не любит конфликтов, но любит сопереживать и помогать окружающим. Идем дальше. Ведущие качества прямоугольника – любознательность, пытливость. Такие люди открыты новым идеям и эмоциям. Ну и, наконец, зигзаг. Это символ творческих и эмоциональных людей. Надеюсь, что ваша характеристика совпала с направлением выбранной вами профессии. Если нет – не беда. Изменить запись в трудовой, а с ней жизнь вполне реальна. Это не конкурс песен и танцев. Это открытие ярмарки-вакансий для старшеклассников и выпускников филиала Сыктывкарского автомеханического техникума «Селеста Рожевск». В таком расширенном формате ярмарку здесь проводят впервые, хотя сам метод опробован не один раз. Мы проводим ежегодно ярмарку учебных мест. Она традиционно проходит в марте месяце. Мы приглашаем представителей учебных заведений, и поэтому уже дети у нас знают, кто куда собирается поступать. И также наш профконсультант-психолог службы занятости у нас проводит выездные консультационные услуги именно по профориентационной работе. На ярмарке с говорящим названием «Карьера» выпускникам техникума рассказывают о действующих вакансиях. Один из работодателей, местный предприниматель Эдуард Тиду, приехал лично пообщаться с желающими найти работу по специальности. На его производстве уже задействовано 40 человек. Занимаются хлебопечением и выпуском макаронных изделий. Эдуард решил расширяться, потому и нужны новые специалисты. Здесь же, на ярмарке, бизнесмен проводит блиц-собеседование с одним из претендентов, будущим поваром Никитой Коломейцевым. После учебы, куда планируешь? Специальность у тебя повар-канитель, да? Переквалифицироваться, допустим, до пекаря тоже против, да? Вообще это очень хорошее мероприятие. Желательно бы, чтобы оно проводилось почаще, потому что сейчас нашим детям вот как раз нужно объяснять, говорить, как важен труд в наше время. Поэтому чем чаще это будет делаться, тем лучше. Пока выпускники техникума примериваются к вакансиям, старшеклассникам Старожевской школы рассказывают о том, что в районе не хватает агрономов, механиков, ветеринаров, учителей и медиков. На кого-то рассказ уже подействовал. Думаю, медицинский все-таки, потому что я хочу здесь работать. Не хочу в город, но вообще не тяню. Перед молодежью выступил и руководитель управления Республики Коми по занятости населения Сергей Козлов. Он подчеркнул, в Каркировском районе уровень безработицы превышает общереспубликанский в два раза. А значит, школьникам нужно серьезно подойти к выбору будущей профессии, чтобы не оказаться в статусе безработного. Я призываю вас к тому, чтобы вы никогда не пополняли вот эту количественную позицию. Для этого и существует наша служба, государственная служба занятости. Мы ваши союзники, мы ваши помощники, мы готовы оказать вам любую консультацию, предложить вам любую помощь, которая касается вопросов определения как профессии, так и работы. Всем выпускникам я, Евгения Новоселова, желаю на отлично сдать экзамены и поступить туда, куда тянут ваше сердце и разум. Помните, выбор всегда за вами. На этом очередной выпуск программы «Все о занятости» завершен. Задать вопрос или предложить тему эфира вы можете, позвонив по телефону редакции 725-400. Осталось лишь обозначить пару полезных сайтов – www.comitru.ru и www.trut7.ru. Желаю вам ходить на работу, как на праздник. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова